Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас будет обзор головки звукоснимателя от компании Сумико, модель Moonstone. Давайте для начала посмотрим, что же эта головка звукоснимателя из себя представляет по техническим характеристикам, далее уже поговорим о достоинствах и недостатках, и конечно же о самом главном, о звуке. Итак, Moonstone в переводе означает «лунный камень», это третий картридж из последней MM-линейки от компании Сумико. Головка звукоснимателя типа ММ, выполнена в корпусе из АБС-пластика с алюминиевым кантиливером и алмазом с эллиптической заточкой. Внутри магниты сплава алюминия и кобальт. На катушке медный провод. Выходное напряжение 3 мВ, частотный диапазон от 12 до 33 000 Гц, разделение каналов 30 дБ, разбаланс 0,5 дБ. Податливость 12, угол трекинга 20 градусов. Внутреннее сопротивление 1130 Ом, сопротивление нагрузки 47 кОм. Рекомендуемая емкость нагрузки от 100 до 200 пФ, вес 6,5 грамм. Рекомендуемая прижимная сила 2 грамма с допустимым разбросом плюс-минус 0,2 грамма. Цена 23 400 рублей, цена за вставку 17 875. Итак, друзья, как же проходило тестирование? Головка звукоснимателя была установлена на проигрыватель микросеки DD8 с тонармом MA505. Использовался ламповый фонокорректор от золотой середины, усилитель PIONEER A90D и акустика собственного производства. В качестве АЦП использовался сам девайс из MixPre-10. В качестве тестовых пластинок я использовал вполне стандартный набор. Это новоделы Depeche Mode Violator, черный альбом Metallica, одно из последних изданий на лейбле Blacknut, переиздание Division Bell на лейбле Parlofon и, конечно же, стенка. Первый французский пресс. Что ж, друзья, от компании Sumika я послушал практически все головки звукоснимателя, за исключением двух моделей. Так вот, могу констатировать тот факт, что в большинстве случаев своем головки звукоснимателя от компании Sumika имеет японский почерк, то есть акцент на высокие частоты. Лунный камень не исключение. По амплитуде частотной характеристики в верхнем диапазоне наблюдается небольшой окрас. Середина, кстати, здесь очень хорошо проработана. Что же касается баса, то здесь он умеренный и, я бы сказал, немножко сдержанный. Давайте прогоним картридж в паре тестов по амплитуде частотной характеристики. А поможет нам в этом тестовая пластинка. Первый тест в диапазоне от 1 до 20 кГц на уровне громкости минус 20 дБ. Вертикальная шкала уровень громкости, горизонтальная частота. Ниже находится индикатор уровня громкости, на который мы будем обращать внимание. Итак, обращаю внимание, как изменяется уровень громкости при изменении частоты. До 5 кГц все ровно, с 5 до 7 кГц есть небольшой спад на 2 дБ. С 10 до 18 кГц наблюдается подъем на 2 дБ, а на частоте 20 кГц подъем уже составляет 4 дБ. Для большей наглядности обратите внимание на waveform сэмпла. Второй тест в диапазоне от 1 кГц до 20 гц при уровне минус 5 дБ. С 1 кГц до 600 гц все ровно, с 600 до 200 гц наблюдается подъем почти что на 1 дБ. С 200 гц начинается плавный спад, и примерно на частоте 50 гц он достигает аж 6 дБ. Опять же, более наглядно можете посмотреть на waveform. Головка достаточно динамичная, имеет очень хороший показатель разделения каналов при минимальном разбалансе. Этим, к сожалению, похвастаться может далеко не каждый звукосниматель. Это говорит о том, что играть хорошо она будет не только рок-металл и поп-музыку, но в принципе вполне комфортно на ней можно слушать и симфоническую музыку и джаз. Единственное, что стоит отметить, если вы большой фанат акцентированного нижнего диапазона и любите электронную музыку, скажем, то тут, наверное, проще поискать что-нибудь другое, например, Olympia, которая как раз-таки соответствует этим требованиям. Но при этом у нее не такой детальный верх, как у Moonstone. Разобравшись жанровостью, давайте перейдем к такому понятию, как трекабилити или читаемость. Что я под этим подразумеваю? Наверняка многие из вас замечали, что некоторые пластинки на некоторых головках звукоснимателей имеют падение качества ближе к яблоку. То есть последние треки, скажем, могут превращаться в кашу или иметь какие-либо искажения. Так вот, количество этих искажений и качество читаемости зависит в первую очередь от точности настроек проигрывателя головки Этанарма, ну и, конечно же, от заточки иглы. В данном случае головка Moonstone не может похвастаться сложной многорадиусной заточкой, имея при этом самую популярную, наверное, среди бюджетных головок заточку, эллиптическую. Конечно же, эллиптическая заточка по сравнению с многорадиусной сложной заточкой не может похвастаться превосходными показателями читаемости. Тем не менее, до 20 тысяч рублей выбор у нас невелик, поэтому будем слушать эллипс. Так вот, что же по читаемости, господа? Особого падения при правильной настройке я не замечал на этой головке, она вела себя достаточно стабильно. Прослушивая, правда, капризные пластинки по читаемости, еще и которые очень громко записаны, как правило, это двойные альбомы, там, да, там может наблюдаться падение качества ближе к центру. Также я, конечно, проверил, как головка звукоснимателя относится к пластинкам не первой свежести. В частности, конечно же, шелчки она отыгрывает хорошо, их слышно превосходно, но, скажем, меленький песочек, который находится практически на дне канавки, она будет пропускать. За счет того, что эллиптическая заточка не проникает настолько глубоко в канавку пластинки, как, скажем, микро рейш или микролайн заточки. Из существенных плюсов хочу, прежде всего, отметить корпус. За счет своей геометрии головка звукоснимателя просто элементарно настраивается на проигрыватели. И, кстати, эту головку звукоснимателя я выбрал в качестве примера, то есть я ее настраивал в своем видео по полной настройке проигрывателя винила. Также эту головку очень просто установить на шелл за счет того, что винтики вкручиваются прямо в корпус без использования гаечек. Также, друзья, я думаю, вам будет полезная информация о размерах этого картриджа. Она вам понадобится в том случае, если на вашем проигрыватель тонарм не регулируется по высоте. К слову сказать, все четыре звукоснимателя из новой ММ-линейки от компании Сумико имеют одинаковые размеры. И, как следствие, Рейнер, Олимпия и Мунстоун имеют взаимозаменяемые вставки. Аметист, к сожалению, этим похвастаться не может. Что ж, друзья, я сделал обзоры всех четырех головок звукоснимателя из новой ММ-линейки от компании Сумико. Так вот, давайте немножко подытожим и посмотрим, чем же они между собой отличаются и в чем они схожи. Обратите внимание на табличку. Красным цветом я выделил параметры, которые отличаются в этой модели от других. Итак, начнем с заточки иглы. Аметист обладает самой прогрессивной заточкой в среде этой четверки. Кантиливер отличается у головок звукоснимателей по толщине. У Рейнера он составляет 0,7 мм, у Олимпии 0,6 мм, у Мунстоуна и Аметиста 0,5 мм. Помимо превосходной заточки, Аметист также еще отличается и внутренним сопротивлением, который составляет 700 Ом. Частотный диапазон, как и следовало ожидать, во всех четырех головках абсолютно разный. Но тут комментарий, как говорится, излишне, все довольно логично. У самой бюджетной Рейнер частотный диапазон самый узкий. У самой дорогой Аметист, естественно, он более широкий в сторону высоких частот. Выходное напряжение у четырех моделей абсолютно разное. Рейнер 5 мВ, Олимпия 4 мВ, Мунстон 3 мВ, Аметист 2,5 мВ. В параметре разделения каналов скромностью отличился Рейнер. Его показатель составляет 25 дБ на фоне 30 у остальных. Разбаланс каналов у Минера и Олимпии составляет 1,5 дБ, у Мунстона и Аметиста 0,5 дБ. Ну и что же можно сказать в заключении, господа? Недостатков особых я не заметил. Единственное, к чему позволю придраться, так это к тому, что, ну, пожалуй, за 23 400 рублей хочется что-нибудь более серьезное, чем эллиптическая заточка. На самом деле, едва ли другие производители могут похвастаться более серьезными заточками в этой ценовой категории. Впрочем, как и показателями разделения каналов в 30 дБ при минимальном разбалансе, похвастаться может далеко не каждый. Поэтому я считаю, что эта головка звукоснимателя довольно уверенную позицию занимает в этой ценовой категории. Друзья, обязательно скачайте сэмплики, которые находятся по ссылке в описании под видео для большей объективности, чтобы оценить звук этой головки звукоснимателя. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео и пишите ваши комментарии. Счастливо!